В столице состоялся первый республиканский слет сельских женщин, организованной партией АО. В Астану каждая из участниц приехала со своими предложениями и замечаниями. Многие задаются вопросом, почему, к примеру, не работает закон о бытовом насилии, а доля женщин в разных структурах Казахстана не доходит и до 30%. Саньяк Обжасарова расскажет подробнее. Ольга Клейшина, депутат Маслихата из Североказахстанской области, привезла на слет свои предложения по улучшению закона о бытовом насилии. Она отмечает, фактов тирании в отношении женщин и детей в стране регистрируется все больше. Сегодня я хочу, чтобы в мажористе парламенте нас услышали. Сегодня обсуждается закон о бытовом насилии. Мы хотим сегодня спросить, почему до сих пор этот закон не работает, почему у нас за последнее время обращений все больше и больше становится, почему мы, живя в государстве, в правовом, не можем защитить своих женщин, не можем защитить детей от насилия. Участники обсудили и вопросы гендерного равенства. Организаторы слета провели анализ. Результаты показали, доля женщин в разных структурах не доходит и до 30%. Совершенно справедливо, если женщины будут представлены во власти не менее 50% на всех уровнях, в том числе в экономике, в бизнесе, образовании. Необходимо открыть специальные программы по поддержке предпринимательства в аулах, в селах. Если мы хотим, чтобы население не уходило с аулов, не переезжало в мегаполисы. Все озвученные проблемы и предложения участницы слета передали мажористменам, чтобы те учли их своей законотворческой деятельности. В слете принимают участие около 400 женщин со всех регионов Казахстана, в том числе отдаленных населенных пунктов. Каждая приехала со своими инициативами в части образования, финансовой, цифровой грамотности, защиты прав и свобод. А дальше дело за депутатами. Тем временем организаторы обещают, что такие слеты станут традиционными. Саня Куржасарова, Диас Куланбаев, Хабар, 24.